Всем привет! Многие из вас могли видеть разные осипостроители на нашем канале. Сегодня обзор посвящается интересному бренду. С виду сделано все достаточно добротно и поставляется в таком кейсе. Обо всем подробно далее в ролике. Всем приятного просмотра! Кейс имеет примерные размеры. Ширина и высота по 31 см и высота 13,5 см. Видим замок с хорошей фиксацией. В целом сделано все отлично для удобства хранения и транспортировки. В комплекте поставки видим руководство пользователя, в котором можем видеть все основные функциональные возможности прибора, ну и основная техническая информация на три разных модели. В нашем случае это самая продвинутая модель на четыре круговых излучателя. Если верить руководству, то рабочая дистанция может достигать до 25 метров, а с помощью внешнего приемника это может быть даже 50 метров. Далее это параметры излучения длины волны и следующая строка – емкость аккумулятора. Но самый важный параметр в этом приборе – это очень высокая точность, погрешность всего 2 мм на 10 метров. Насколько это правда, посмотрим далее в ролике. Далее идет вот такой пульт дистанционного управления, достаточно большого размера, радует и наличие сразу нормального элемента питания. Доступный и самое главное – с приличной емкостью, которого в данном пульте хватит на очень приличное время эксплуатации. Далее идет нормальная доработанная штатив-подставка. Платформу здесь, как видим, на полный диаметр и с резьбой на выходе 1,4 дюйма. И в отличие от предыдущего поколения, нигде ничего не заедает, все крутится и очень точно, плавно можно подстраивать позиционирование луча. Ножки покрыты вот такими вставками из резины. Более крупная резьба на 5,8 дюйма – это уже для крепления на большие выдвижные штативы или телескопическую штангу в зависимости от кронштейнов. Ну и для зашиты покрытие, похожее на раптор. Аккумулятор имеет современный стандарт зарядки USB Type-C. Для удобства контроля есть индикатор зарядки. И сам блок, скорее всего, состоит из двух элементов питания стандарта 18650. Это приличная емкость, автономность и, самое главное, ремонтопригодность. Ну и по качеству видим здесь совершенно новый уровень. Классический блок питания, который встречается и на других аналогичных аппаратах. Для контроля зарядки есть светодиодный индикатор зарядки. Отлично то, что сразу применяют стандарт европейской вилки, специально под наши розетки. Видим достаточно широкий коридор входного напряжения и выходной ток 1,5 А с выходным постоянным напряжением 5 Вольт. И длина провода, все как у вас на картинке. Многофункциональный кронштейн для более точной и тонкой настройки. На подошве можем видеть два мощных магрита. Для контроля плоскости есть и уровень. Ну и с помощью этих кнопок можно производить быстрое перемещение. А для более точной подстройки пользуемся уже вот такими регуляторами. Еще один регулятор позволяет производить круговое вращение. А этот регулятор уже позволяет регулировать угол наклона. Один из двух регуляторов, если производит вращение, то второй регулятор здесь просто создает поперечное перемещение. То есть уже платформа перемещается вбок. И таким образом с помощью данного кронштейна можно производить более детальную настройку. А одевается данный кронштейн вот таким простым движением. Еще одна немаловажная деталь в комплекте. Один из способов крепления лазера. И как видим сюда кронштейн прилипает как... Но с приличным таким усилием. Внутри кейс также продуманно. Карманы сделаны из хорошего уплотнительного материала, что гарантирует безопасную транспортировку инструмента на большие расстояния. Стыки, подгонка и вообще в целом качество изготовления к этому устройству вообще к чему-либо сложно придраться. Минимальное расстояние излучения луча от плоскости стен и потолка всего 1 см. Крышки, зашиты излучателя сделаны из металла. Это снова более высокая надежность, так скажем, самых уязвимых частей инструмента. Корпус тут комбинированный, то есть идет пластик с резиновым покрытием местами. Из органов управления всего две кнопки, расположенные на боковой части прибора. Нажимать их вовсе не обязательно, поскольку одно легкое касание достаточно для отклика функций. Большой переключатель, кнопка включения-выключения, всего два положения. Первое это с фиксацией положения маятника и на втором естественная гравитация. Но здесь на кнопке, видим, выступает вот такой элемент, который позволяет спокойно, слепую переключать. Тогда как на старых приборах мастера могут вспомнить, одна проблема была найти кнопку, вторую хорошо, если удается переключить, не снимая перчатки. Установка аккумулятора и первое включение. Можно обратить внимание на достаточно быструю стабилизацию лучей, уровня. Все довольно быстро. Возможно, единственный такой недостаток на приборе, это основание с таким толстым сечением. С одной стороны, это плюс на жесткость, более крепкое основание, а с другой стороны, луч, уровень от пола поднимается свыше 14-15 мм. Это довольно много, особенно при укладке плитки и, возможно, для других строительных работ. И такая толщина, это еще не только для жесткости конструкции, но и для установки бронзовой вставки, возможности крепления на штатив, кронштейн и так далее. Еще один такой важный момент. Лучи начинают мигать, то есть при отклонении от нормального уровня прибор сигнализирует и такой способ исключает случайные ошибки. Можно сказать, почти не касаясь, переключаются лучи. Это снова очень важный параметр для осипостроителя, чтобы при переключении не сбивать положение настроек лучей. Правильнее говоря, чтобы прибор не сдвинуть с места положения. И в приборе есть еще такая функция. При удержании нажатой кнопки включения горизонтальных линий, то видим, лучи немного меняют яркость свечения. Если не ошибаюсь, такой способ это и для работы с внешним приемником. Но и изменение яркости свечения – это меньшее потребление энергии, которое также проверим чуть далее в ролике. С помощью нижней кнопки можем выбирать свечение луча. Далее, как видим, можем переключаться на верхние лучи. Еще одно касание. И теперь можно включить сразу свечение двух излучателей. И для отключения снова короткое касание. Вторая кнопка уже включает вертикальные лучи. Принцип все тот же. Можно выбрать любой из двух, либо включить сразу одновременно оба. Такой выборочный способ включения необходимых лучей – это в первую очередь более высокая автономность от одного заряда элементов питания. Но для тех, кому нужно задействовать сразу все лучи, то такая функция здесь также присутствует. Но хочу повторить, такой способ очень быстро разряжает аккумуляторы. Еще такая функция, которых не встречал ни у кого – это при отклонении от уровня, смотрим, прибор не включается. Не знаю, хорошо это или плохо, но без ровной плоскости прибор не стартует. А для тех, кому есть необходимость устанавливать лучи под определенным углом, то удерживая нажатой или, так сказать, удерживая касанием, можно фиксировать лучи в любом положении. И с данной функцией фиксации точно так же можно выбирать по необходимости лучи, либо все включить одновременно. И для выхода из данного положения снова удерживаем нажатой данную кнопку. Что касается луча, качества, то здесь, как видно, все абсолютно четко выраженный контур с обоих сторон. Нет никаких паразитных засветов. Правильнее говоря, отражение по контуру. И теперь будем проверять качество и толщину луча на разном расстоянии. И пока не забыл, пульт дистанционного управления также все точно так же выполняет все те же операции, но пульт здесь создает отличный сигнал. И даже без прямой направленности, то есть даже соседние комнаты без прямой видимости, прибор спокойно переключается. То есть в данном приборе каждая функция доведена, доработана максимально лучшим образом. Ну и примерные размеры устройства, кому интересно, можете видеть у себя на экране. Для начала будем проверять на точность вертикальные линии. И для этого отмечаем центр пересечения лучей. И на каждой стене обозначаем положение луча первая и вторая. Теперь поворачиваем прибор на 90 градусов. Сперва находим центр положения. Устанавливаем правильное положение первый луч и сверяем второй. И как видим, есть небольшие расхождения по точности. Небольшой тест на расстоянии в 4,5 метров. Будем проверять сразу две горизонтальные линии. Каждый отмечаем соответствующим образом и поворачиваем на 90 градусов. И здесь, как можем видеть, почти ничего не поменялось. Хотя верхний луч, еле заметно, то опустилось совсем незначительно. Поворачиваем снова на 90 градусов. Здесь уже лучи почти возвращаются в свое первоначальное положение. Поворачиваем еще на 90 градусов. И здесь снова видим небольшое отклонение. Особенно нижнего луча. И погрешность примерно можно оценить по шкале линейки. Хотя на таком приличном расстоянии толщина луча чуть более 1 миллиметра. Тогда как верхний луч показывает самые мизерные отклонения. Теперь возвращаемся в первоначальное положение и лучи встают на своем месте. Хорошую яркость лучей также следует отметить при дневном свете на достаточно ярком помещении. Теперь посмотрим, как изменяется толщина луча на разном расстоянии. Сперва смотрим на расстояние в 2 метра. Луч, как видим, вписывается в деление 1 миллиметра. А вертикальный луч еще более тонкий. На расстоянии в 6 метров все еще сохраняется отличная яркость и точно выраженный контур. Хотя толщина луча все еще помещается в 2 деления. И теперь на таком приличном расстоянии и толщина луча достигает почти 4 миллиметра. Но при этом, как видим, луч остается все еще достаточно ярким. И теперь будем проверять на допустимое заводское отклонение на 10 метров в 2 миллиметра. Для этого сперва отмечаем первое положение. Далее поворачиваем на 90 градусов. И, как видим, почти ничего не поменялось. Поворачиваем еще раз. И здесь тоже еле заметное смещение вниз. Это показатель только для верхнего излучателя. Луч снизу на таком расстоянии уже отклонение даже больше 2 миллиметров. Хотя есть ли возможность калибровки. Далее заглянем и в начинку прибора. На данном положении еле заметное смещение вверх. И в первоначальное положение луч возвращается в свое начальное положение. По точности на вертикальных линиях здесь также смотрим. Луч горит строго по отвесу. В целом оба луча по вертикали дают неплохой результат. Прежде чем проверим потребление тока, сейчас заглянем и в начинку. Можем видеть сразу двойное уплотнение. Это отличная влага и пылезащита. И прокладки здесь из такого эластичного материала. По излучателю для калибровки видим 4 регулировочных винта. С помощью которого можно добиться еще более высокой точности прибора. Излучатель снизу здесь как видим. Если сделать подошву из тонкого металла, то луч можно отпустить к полу расстоянием меньше 1 см. Основная платформа сделана из металла. Опорные стойки из оргстекла и сбоку магниты для быстрой стабилизации. Есть и такая небольшая сборка текстолита. Аккуратная пайка и есть маркировка компонентной базы. Ножки конечно лучше бы сделали из металла. И в этом месте можем видеть очень тонкие провода, тоньше человеческого волоса. Поэтому без необходимости лучше не заглядывать вовнутрь. Поскольку для калибровки достаточно просто снять крышки излучателя. По потреблению тока смотрим даже на выключенном аппарате. Есть прилично высокий ток потребления. И вот эта кнопка полностью механически размыкает устройство. И как видим полностью теряется фоновое потребление тока. На включенном одном излучателе ток потребления составляет 200 мА. И на одном заряде в таком режиме без перерыва может поработать 25 часов. Это конечно все условно. На двух излучателях ток увеличивается в два раза. Вертикальный луч уже потребляет 250 мА. В паре это 500 мА. То есть 10 часов непрерывной работы от одного заряда. А если задействовать все лучи, то ток потребления смотрим чуть более 1 А. Приличный ток. И на одном заряде прибор в лучших условиях способен показать время работы порядка 5 часов. А если удерживать данную кнопку, видим прибор переходит в режим энергосбережения или в режим работы с приемником. И здесь ток потребления снижается ровно в два раза. То есть автономность прибора увеличивается на 10 часов работы от одного полного заряда элементов питания. Ток потребления с фиксированными лучами тут особо ничего не меняется. А вот с включенным одним лучом в режиме энергосбережения с таким током почти 40 часов непрерывной работы от одного заряда элементов питания. Еще один такой момент. Мне всегда бывает интересно снимать перчатки. И здесь как видим сенсор спокойно имеет чувствительность. Пишите какую модель интересно смотреть в будущем на канале. Полезно если напишите с каким прибором у вас хороший опыт. В целях поддержки и развития канала не забывайте подписки, лайки и комментарии. Продолжение следует и до новых встреч.